23 дня, 11 тысяч километров и несчитанное количество впечатлений. Таков итог автопробега «Культура патриотика семья», организованного при поддержке общественной палаты Самарской области. Вадим и Людмила – путешественники со стажем, поэтому такое расстояние их не страшило. Главной целью пробега было посещение Мурманска и его окрестностей, в частности, закрытого городка Ведяева, названного в честь легендарного подводника Федора Ведяева, уроженца Самарской губернии. Путешественники привезли туда землю с родного поселка Моряка, а взамен привезли памятные сувениры от общественников Мурманска, а заодно пополнили и свою личную коллекцию, добавив песок с побережья Северных морей. С собой, как обычно, привозим различные сувениры, которые мы всегда берем в пути, то есть с разных мест. Я в основном беру песок, то есть я не беру магниты и так далее, я беру песок с места, где я была. То есть с Россией у меня там в районе сотни песков. Также к песку я прикладываю какой-нибудь объект, камень, листочек, бумажечку, чтобы ассоциировалось именно с этим местом. У автопробега была и другая часть, практическая. Путешественники ведут блок, где рассказывают о пройденных маршрутах. После Северных морей они посетили и Южные, сделав полный круг по европейской части страны. В качестве промежуточных пунктов выбирали маяки с интересной историей у всех шести морей. Все свои заметки, советы и рекомендации о различных дорогах по итогам пробега Вадима и Людмила собрали в фильм, который будет представлен на площадке форума общественников, сообщества. Мы рассказываем о маршруте, мы рассказываем те точки, где можно остановиться, где можно переночевать. Конечно, мы ставим локации, где можно сфотографироваться удачно. Но здесь, на самом деле, вот если говорить о этом маршруте, особенно трасса Кола, которая, ну, там ближе к Мурманску, там, в принципе, любая локация, любая точка – это просто находка для фотографов. Скоро фильм будет доступен на ресурсах общественной палаты Самарской области, чтобы все желающие могли повторить путь и сами открыть для себя необъятные просторы родной страны. А путешественники, которые в прошлом году открывали неизведанные места Приволжского федерального округа, пока будут выбирать направление своих следующих пробегов. Андрей Горгулинко, Николай Епифанов. События.